Со временем нашего предыдущего урока немного времени прошло, этот откопать только успел, скажем, границы вокруг текстового фода и его цвет, тип фона, есть он или нет, если он разрешается, то цвет этого, ну и так далее. Значит, соответствующее пояснение я как бы добавил вот в этот же вот самый файл, который мы с вами изучали. Собственно говоря, что теперь можно сделать? Можно теперь вот это вот дело перенести вот сюда вот, например, вместо т.т.т. У нас там как была картиночка, и вот она говорила, и его текст изменяется. Ну давайте, значит, я беру вот этот МТ, со всеми его кодами, которые вот тут у меня мы все рассматривали, да, я просто-напросто возьму и перенесу, скопирую, ну вот сюда, который у нас тут был, вот она, ну вот скопирую прямо на сцену. Ага, ну вот и все. Так, теперь я его сюда. Да, он будет учитывать у меня, что здесь 200 и 100 будет появляться какой-то отец, но может быть, подкорректирую. Это я уберу. И теперь, скажем, первый, вот его текстовочка. Так, он его видит или нет? МТ он только видит. Значит, видите, здесь уже не получается пользоваться подсказочками, которые у нас появляются. Вот когда я вставляю курсорок, нажимаю подсказочки, они у меня не появляются, потому что даже уже редактор экшн-скрипта не может предположить, откуда я знаю, как ты будешь называть то, что будет у тебя здесь, что она у тебя будет, Т1 называться, где она будет. Что она у тебя будет находиться, Т1, откуда я могу это знать? То есть это уже, вы уже должны это предполагать. Но только можете сказать, что в МТ, это будет, вот он, в МТ, там будет у тебя создаться такой текстовый блок, Т1, Т1. И вот его переменные ты можешь вот такие вот тут делать. С самого начала, когда мы запустим, у нас в этом пустом на 200 и 100, да, появится вот такая вот, я помню, вот такой вот. Ну, сейчас подкорректируем, посмотрим, получится вообще. Да, ну, чтобы она не наезжала друг на вот это вот дело, давайте сейчас. Так, а здесь у нас схватится ли? Да, схватилось, но, видите, все по умолчанию. То есть не схватило у нас, вот когда мы нажали, то, что у нас вот все вот эти вот поля, вот этот формат, все вот эти вот цвета, колоры и так далее, и так далее, и так далее. А мы, с какого прошлого или позапрошлого урока, вот изучая вот этот вот метод, хотим, чтобы, нажав на него, здесь у нас было текстовое поле, мало того, что содержание менялось, у нас менялись бы и стили этого содержания. Ну, давайте сейчас нашу мечту как бы и будем реализовывать. Так, давайте я сейчас сохраню вам это дело. Так, ну, вот назвал разные картинки, разности, сейчас мы это будем делать. Да, но прежде всего мы должны сделать, ну, 200 подойдет, ну, скажем, тут у нас будет 50. То есть мы сейчас подстраиваем 200, это будет 50. Так, по умолчанию у нас какой-то желтенький, какое-нибудь приветствие будет. И теперь текстовочка будет у нас меняться. Значит, мы к первому, если нажали у нас, то мы НТ, Т1 и так далее. Сейчас нужно поменять везде вот эти все вещи. Да, в пятом, сейчас минутку. Помните, мы рассматривали вот такой вот длинные-длинные такие текстовки. Вот этот вот все я преобразовал, к пятой картинке привязал. То есть я замену сделал существующих уже кавычек, которые есть в тексте, заменил, помните, на воспользуясь оперантом CHR34. И Enter и все заменил на CHR13. Ну, то есть я заменил на CHR1334, это мы уже рассматривали вордами. И поскольку из вордов не переносится нормально двойные или одинарные кавычки, я перенес это в замену сделать, скажем, в блокноте, и тогда уже вот эта вот вещь, всю вот эту перекопировал и привязал, ну, в данном случае, к пятой картинке. Вот они все. Вот она у меня получилась такая длинная, 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 длинная. Или я ошибся тут. Где-то к четвертой или пятой. Ну, сейчас привяжу. Да, я не перенес, ну, вот сейчас все перенес. Видите, сколько много-много вот этого всего. Это мы уже рассматривали. Ну, теперь, собственно говоря, везде я делаю корректировку, чтобы они обращались именно вот к моему мовику. И то, что внутри будет, никак не подсвечивается здесь. Вписываю это вручную, получается так, RT и T1. Так, ну, вот так вот совсем. Вот, получается так. У нас сейчас, если я запущу, ну, это как бы приветствие, у нас меняется текст. По умолчанию пока он у нас непроматываемый, маленький и так далее. Для того, чтобы у нас не только менялся текст, нужно к каждой картинке привязать вот этот вот все то, что у нас здесь. То есть я как бы по новой должен вот эти вот все вещи сделать. То есть T1 и так далее, вот эта текстовочка у меня будет точно такая же, как здесь. Да, где она, где первая, да, вот она. Но для того, чтобы кроме текста, который я изменю, поскольку я создал уже T1, MT создал при запуске, T1 создалось у меня. То, что было в T1, вот, со всеми вот этими, со всей этой ерундой, как говорится, она показала. Теперь, если я нажму на какую-нибудь, здесь у меня сказано, что только у тебя текст изменится, а где все вот эти вот вещи, которые к нему. Значит, я все вот эти вот комики со всеми форматами, которые для каждой картинки я буду, скажем, где-то там что-то там менять, я должен это все дело перенести на каждую, кроме, значит, определенных вещей. Давайте так. Значит, я тут еще подписал, что вот этот вот оперант, который T1, setTextFormat, он всегда должен быть последним в событии. Так, значит, это у меня onSelfLot, а теперь все вот это я беру и копирую. Давайте так, как мы сейчас. Копирую, иду на первую. И сейчас ставлю так, вот я все вставил. Так, теперь вот это нужно мне, чтобы оно было последнее. Все, вот этот оперант у меня должен быть здесь, а этот я уберу. Так, ну вот мы то, что должно быть последним-последним сделали. И вот у нас что-то такое длинное-длинное-длинное-длинное текстовочку. И вот все эти форматы. Мы, значит... Так, подождите, это не кто-то, по-моему, подождите. Так, вот оно, все-все-все, вот это вот есть. Единственное, что мы перенесли из МТ. Вот она, вот она МТ. Все, здесь и так далее, и так далее. Но для первой мы перенесли, что по нажатию у тебя должно создаться что-то. А где оно должно создаться? И вот если я тоже включу подсказку, она тоже не понимает, где конкретно. Я говорю, знаешь, что где? В МТ оно должно создаться. Вот в МТ. Мой формат, который я здесь перечисляю для вот этих вот, для этого пиранда, оно как бы будет уже здесь сидеть и не связано будет с этим, что интересно. А вот Т1, который у нас будет, я только должен сказать, что Т1-то у тебя будет уже, знаешь, что в МТ, в этом самом, в этом музыке. То есть Т1 ты так просто не найдешь. Тебе нужно сказать, что это Т1 у тебя будет в музыке МТ. То есть все вот это вот я должен вот так вот принести. МТ, ну везде, везде, везде. Так, точка. Сейчас. Так, и так, я, значит, все вот это вот переделал. То есть МТ везде вставил, где у меня было обращение к Т1, когда оно здесь внутри находился, который был здесь. Когда этот код перенес сюда, он уже говорит, связь-то у тебя будет уже вот так вот, через него и на этот текст, который будет здесь создаваться. И теперь смотрите, пока я только на первый сделал картинку, вот на эту, а на эту еще нет. Ну смотрите, что у нас появляется. Так, и теперь, поскольку я ничего не менял, только пути, у меня должно поменяться содержание, но оно будет в таком же стиле. О, да, в таком же стиле. Ну а здесь содержание меняется, но стиль не схватывается. Вот теперь, собственно говоря, сейчас я вам давайте это сохраню, я сейчас вот весь этот код, который у меня здесь есть, вот по Омпрессу, да, я только оставляю, скажем, для второго вот этот вот текст. Давайте я это все уже сделал. Я сейчас только коды все перенесу для них. И кое-где буду только менять стили. И все. Так. Так, ну вот я сейчас все перенес. Теперь если запустить, текст меняется. Ну а теперь шрифт. Ну это уже как фантазия у кого как работает. Скажем, текст прописи оставлю, только шрифт поменьше и делаю, скажем, 28 предположим. Так, подождите, минуточку. А, так, 28. Бэкграунд какой-нибудь другой. Так, ну вот тут можно красненький сделать. Так, бордер есть, background. Сейчас посмотрим. Так, ну в общем, где-то я поменял шрифт. Может быть у вас на компьютере его не будет. Он будет проигрываться у вас на компьютере с каким-нибудь шрифтом по умолчанию. Какие-то размеры. Где-то запретил подчеркивание толстый и так далее. В общем, разные вот эти вот все вещи сделал. Разные сделал эти самые цвета. Ну, короче, смотрите, что получилось. Ну, это как бы начало. И вот пошло. Так, ну тут можно было бы, конечно, заменить. И вот так вот. Да, ну и я все их сделал не как называется selectable. Ну, если я, скажем, сделаю true, тогда колесиком оно у меня будет, конечно же, проматываться. Видите? Проматывается. Ну, и выделяется. Вот, давайте, собственно говоря, теперь вот это вот я сохранил вам как четвертая. Ну, а теперь добавим кнопочки по промотке. Если посмотреть help, то у него есть, сейчас, если я найду, scroll. Ну, как раз-таки к scrollу и перейдем. Дело в том, что есть понятие просто scroll. значит, она текст какой-то там, она проматывает его вверх или вниз, и единицы отчетами являются линии, и это строчки. ежели вот к точно такой же переменной свойства есть такое, так называемое h-scroll. Вот. Здесь линиями lines это вот для вот этого дела. Когда h-scroll, тогда она будет проматывать влево-вправо, но единица измерения является пикселой. Так, ну, давайте сейчас постепенненько скажем, введем какие-то кнопочки, предположим, вверх или вниз. Да, где я их должен ввести? Я должен ввести их внутри вот моего mt. MovieText. Так, вот его, скажем, сделаем, развернем. Скажем, там, вернемся. Ну, ладно, вообще-то это будет такой. Так, чертон держим. Так, перенесем. Значит, это у нас будет кнопочка. Кнопочка у нас будет так. Это up. Так, ну, точно такую же копируем, вставим. Так, развернем ее, только она будет у нас давно. Так, и вот здесь вот. Так, ну, немножечко опустим. Так, раз, ну, немножечко предопустим их. И, собственно говоря, на каждый теперь можно писать кодик. Up, это значит, у нас линии будут вниз, down, это значит, линии будут вниз, up, это вверх. Значит, down, это мне нужно прибавлять. значит, я должен, скажем, когда я на тебя нажму, тогда mt t1, scroll, наконец-то он у нас появился. Вот он только тогда будет работать. равняется, плюс равно вернее, плюс равно, ну, скажем, он будет проматывать там на одну или на две, ну, давай, чтобы он проматывал побыстрее, скажем, на 4 линии. Так, ну, а для down, это для down у нас было up, у нас тогда будет минус равно 4. Так, ну-ка, мы предположим этот, и давай, так, сейчас он у нас что-то не нашел, есть, сейчас, минуточку, да, тут я, значит, поспешил, действительно, я же кнопочки вставил внутрь нашего мукика, я же не обращаюсь к нему, скажем, отсюда, извне, где нужно на полный путь указать, тогда тут просто у меня же внутри этого мтшки будет как раз-таки вот этот вот т1 значит, я просто он уже, значит, здесь найден, тут можно путь не указывать, я, значит, стереть нужно, так, я уже стерл вот этот мт, который будет просто т1 и для down просто т1 значит, тут прибавляться будет по 4 линии, здесь отниматься будет по 4 линии, так, ну, подчиталось нормально, давайте запустим, так, ну, скажем здесь, так, давайте посмотрим, 1665 год, например, если один раз нажму, на 4 линии должны появиться, раз, два, три, четыре, ага, ну, это просто шрифт, у нас звездочки не отобразили, в общем, по 4 линии, вот так вот я могу читать, здесь другой стиль, вот они все у меня одинаково, просто текст поменялся, шрифт и все прочие свойства у меня изменились, а эти кнопочки просто и один, который у нас вот этот блок, он все время скролируется, хорошо, ну, и так, давайте сейчас я вам его сохраню, так, пятый уже добавили скролинг, так, в общем, добавили вертикальный скрол, ну, и где мне, скажем, захочу, как говорится, сделай его selectable, тот у меня selectable, тот у меня они не selectable, то есть я как бы себя защитил от вот этого копирования, по крайней мере, я безопасил себя от таких конкурентов, ну, и так, чтобы ознакомиться, давайте добавим вот еще, значит, скопируем и добавим, скажем, чтобы они у нас проматывали влево-вправо, так, значит, где они у нас идут, так, значит, здесь, где-то на 50-м и на 50-м, это понятно, значит, так, выделяю, копирую, здесь же вставляю, только разворачиваю, где-то вот здесь вот, где-то она у нас, так, ну, и, собственно говоря, это назову, скажем, fast forward, или write, fast write, а это назову fast forward, fast forward, ну, и на них повешу уже код другой, так, значит, какой у нас был на app, например, у нас такой вот был, давайте сейчас справа, да, ну, да, они уже у нас с кодами уже, значит, просто здесь добавляем hscroll, это у нас справа, тогда тут у нас будет плюсик, и на, скажем, ну, давайте так, на 50, скажем, каких-то пикселей left, тогда у нас будет hscroll, так, вот hscroll минус и те же 50, так, ну, собственно говоря, чтобы оно у нас скролировать, влево-вправо, мне нужно сделать wordread, вот этот вот, помните, который вот у нас был, в любом тексте, вот, есть вот это, так называемое, red text, wordread, вот так и делаем сюда, так, где у нас, скажем, ну, давайте, для пятого, введем, wordread, вот, здесь вот, сейчас мы все заменим на fails, wordread, все заменим на fails, ну, не все, давайте, скажем, какую-то часть, скажем, вот так вот, так, ну, давайте еще скажем, четвертый тоже, fail, fail, ввп, то есть делаем fail, так, ну, теперь смотрите, что получается, здесь он у нас скролируется, здесь скролировать не надо, здесь не надо, не надо, а вот тут одна строчечка, например, ну, и вот тут я вот могу уже читать вот таким вот образом, можно было здесь сделать P1, когда я, я, какой-то у меня, для четвертой, по-моему, да, вот для четвертой, я мог бы здесь, скажем, делать узенький, например, 100, там, или 50, каких-нибудь, так, делаем, давайте, как мы делаем, 50, и вот, например, здесь одно, другое, третье, а тут хоп, маленький, читаешь, вот таким вот образом, чтобы часто не нажимать, можно сделать, скажем, по 50 он будет, расчет, по сотне, и, скажем, не щелкать, а только навел, и он уже, скажем, он интерфейм, можно нести, ну, и так далее, и так далее, давайте я вам сохраню, это как шестой, добавили презентальный скролл, так, ну вот, увидели, что мы добавили, горизонтальный скролл, где надо, там они могут пригодиться, здесь, и вот таком, здесь, тут не пригодился, тут я, а, да, я еще и разрешил, и так, и так его, и сюда, и сюда, считайте, как говорится, познакомьтесь, вот вам, как скроллирование, делать уже, не в виде масок, как мы тогда делали, во втором диске, а вот, например, уже программный способ, когда мы, вот этот, текстовый, объект, создаваем, с этим программным способом, как, мы создаем, ну, я вам уже, объяснил, при помощи, оперального открытия, есть, что это, потом мы задаем, некоторые, которые, будут, вычислять форматы, какие будут, они все, ну, может быть, не все, вы уже понимаете, что можно, много, много еще, добавить, почитывая, можно узнать, интересные вещи, узнать, что, например, есть такой оперант, мой формат, то ли, мой формат, а, то ли, тексты, которые мы создали, можно сделать, скажем, все буквы, которые там набраны, скажем, раз, и сделать заглавную, или наоборот, ну, много, много еще таких вот, я писала, которые в Хелпе можно почитать, где-то они, тут еще есть, очень много, так, ну, вот, давайте пока на этом остановимся, все, и, разумием, сухи, все, ни отехать, ну,